Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, как обычно на выходных будем отвечать на ваши комментарии к моим видео за прошедшую неделю. Ну и начинаю традиционно со слов благодарности. Спасибо огромное всем моим зрителям, всем моим подписчикам. Спасибо огромное за то, что смотрите, за то, что лайкаете, за то, что пишете комментарии. Друзья, очень ценю так держать. Ну и перед тем, как мы начнем, попрошу вас также поставить мне лайк за этот видос. Спасибо огромное, погнали! Вчера выкладывал видео про рекордную прибыль Сбербанка. И вот Павел Шарков, Павел, привет, передаю, пишет. Московская биржа до конца 2021 года планирует запустить торги с 7 утра на рынке акций. Об этом сообщает Prime со ссылкой на управляющего директора. И Павел добавляет, что, видимо, не за горами то время, когда будем торговать круглосуточно и спать будем, будет некогда спекулянтом. Встал ночью в туалет, заодно и что-нибудь прикупил или продал на бирже. Ну а почему нет? В принципе, биржа на этом зарабатывает. Поток клиентов сейчас гигантский. Я думаю, здесь не забота, в первую очередь, о нас с вами, о том, чтобы дать возможность нам торговать в комфортное нам время. Тут обычный корыстный расчет, потому что это, в принципе, бизнес. Для них это just a business, как ни крути. Но, опять же, к этому надо относиться положительно, потому что они зарабатывают. Если у нас хватает знаний и мозгов, то и мы на этом зарабатываем. Так что, мне кажется, это позитив. Ну и вот также могу добавить, что по криптовалютам уже такая тема. Там они выходные торгуют. Ну вот по ночам не проверял, но выходные стопудово идут торги и утром, и вечером, и глубоким вечером. Так что, возможно, к этому идет и фондовый рынок. Много копий ломается к моему видео про тысячу рублей от Винлайна. Я снимал его, ну не знаю, может месяца три назад, и там прям такой гигантский отклик. Оказывается, многих людей это все интересует. Короче, можно получить фрибет, вот эту бесплатную тысячу, сделать ставку, ну выиграешь как бы все, что выиграл, твое, и вывести эти деньги. Я это сделал, все, приложение удалил, больше я этим не занимаюсь, друзья. Я подчеркиваю, никого не агитирую, не пропагандирую, вообще игры, ну вот эти ставки на спорт, на мой взгляд, это зло. Я рассказывал просто о способе, как можно получить халявные деньги, заработок в интернете, так это назовем. Не надо на это подсаживаться. Ну и вот Crazy Channel, там много, в общем, писанины насчет того, что вывести нельзя, что все это развод, что меня там кто-то купил. Хотя ни одной копейки за все это я не получил. Я просто рассказал эту историю для своих подписчиков, может быть, она кому-то будет интересной. Вот Crazy Channel пишет Школота, хватит писать, что это лохотрон, нет 18, иди гуляй. Вот у него все получилось, тут вот товарищ расписывает, как, что он делал, зарегистрировался, там, сделал ставку, выиграл и все вывел. Ну, я подтверждаю, как бы, друзья, никаких проблем у меня лично не было. Единственное, я вот заметил, люди пишут, что сейчас какие-то видеозвонки от букмекера поступают для, видимо, проверки сверки личности. У меня этого не было, может, это что-то вот новое они придумали. Ну, когда я все это провернул, просто поставил деньги на вывод, и деньги мне пришли. К этому же видео про Сбербанк, тоже Павел пишет, люди шутят, что в Сбербанке скоро можно будет и пообедать, и подстричься, и массаж сделать. Я там просто рассказываю, как я заходил в Сбербанк обновить свою кредитку, перевыпустить, и мне там просто наложили такую тележку, и ввоз, и маленькую тележку дополнительных услуг. Ну, пытались наложить, я от всего отказался, но пришлось терпеливо выслушать. Девушка сказала, вы извините, пожалуйста, но это вот моя работа, теперь нас обязывают вот так вот все это клиенту предлагать, вываливать. Ну, навязчиво, откровенно навязчиво, хотя надо признать, что сервис Сбера сделал гигантский шаг вперед. Выкладывал видео про бедность, тоже там было много отзывов различных. И вот Нильсберг пишет, Дерипаска прав, напомню, что он говорил, что в России бедных 80%, а по данным Росстата 20%. Но, что любопытно, я это видео записал, и на следующий, по-моему, день появилась информация, что Дерипаска изменил и удалил свой комментарий. Ну, походу, ему кто-то по голове немножко тюкнул сверху, сказал, что такого писать в общественное пространство нельзя. Ну, я человек не такой медийный, как Дерипаска, видите, я пока пишу, надеюсь, мне никто по голове не даст. К видео про жуткий отчет Газпрома с итогами торговой сессии, по-моему, это было в четверг. Котик Маркотик пишет, купил Татнефть по 550, сижу в минусах. Ну, и там тоже много людей отписались, типа, блин, нафига ты брал? Все показатели указывали на то, что бумага уйдет в минус. Ну, и ни у одного котика эти бумаги, ну, реально, друзья, сочувствую, я вот даже невооруженным взглядом наблюдаю, что бумага прям валится капитально последнее время, даже вот по таким вот ежедневным отчетам лучших-лучших бумаг индекса Мосбиржи. Ну, что делать? Тут два варианта, либо просто ждать, в надежде, что бумага восстановится, но, опять же, просто ждать, сидеть с моря погоды, просто психологически для того, чтобы вывести в ноль. Это тоже не всегда правильно, понимаете, вы деньги уже потеряли, все, надо каждый новый торговый день начинать с нового листа. То есть, если вы позицию, ну, грубо говоря, профукали и допустили ошибку, надо это признать, и, возможно, будет лучшим решением сейчас продать эту бумагу, потому что, ну, вот представьте ситуацию, у вас есть, допустим, миллион рублей, ваш миллион вложен в Газпром. Вы знаете, что Газпром у вас сейчас в минус 10, и точно наверняка знаете, что он еще будет проседать еще целый год, в итоге будет минус 20, и только потом пойдет на, ну, пойдет в рост. Ну, бывают же такие истории, да? То есть, какой вам смысл, потеряв эти минус 10, терять еще минус 10, если вы берете этот миллион, признаете свою ошибку, понимаете, что деньги вы потеряли, но положить эти деньги, например, в какие-то другие бумаги, которые дадут вам за тот же год не минус 10, как Газпром, а плюс 20. Вот вам уже и плюс, и профит. Ну, я лично так рассуждаю, друзья, просто мне кажется, вот эта идея о том, что, блин, я не выйду из убыточной бумаги, пока она, пока хотя бы не отобью деньги в ноль, ну, это, мне кажется, такое пораженческое изначально, такой, ну, слабая такая позиция, которая, человек говорит, что, блин, ну, вот я не готов, я не готов сказать, что, я не готов чего-то менять. Мне кажется, фондовый рынок все-таки он для более гибких людей, которые, а, могут признать свою ошибку, и, б, знают, как ее исправлять. Много комментариев про видео про металлургию. Валера Макарточев пишет, пускай загинается, зачем нам такая отрасль, если мы сами металл покупаем по бешеным ценам из-за рубежа, и то будет дешевле. И Иван Иванов пишет, на полимеры тоже сказали на 30 рост, по факту на 100, как и с металлом. Металл и пластик, он везде, а значит, вся стройпродукция в рост, заодно и дерево с утеплителями. Ну, там, короче, вообще происходит какой-то дикий экшен. Я не строитель, не имею дела с металлом, никоим образом, но вот просто по комментариям я понимаю, что там творится просто дичь. Павел Вау про видео про бедность, про дерипаску пишет. До бедных и нищих действительно стало больше, не зря люди ходят на митинги. Наверное, я не уверен, что все ходят именно за Навального, ну, мне кажется, половине Навальный близко там нафиг не сдался. И многие к нему относятся, ну, даже негативно, я думаю, ну, кто-то нейтрально. Вот, например, я не могу сказать, что он мой кумир, да, что я во многом с ним согласен. Люди выходят за свою свободу, за свои права, и они выходят просто протестуя против текущей ситуации. То есть бедность, нищета, незащищенность, безработица. Вот из-за этого люди идут. Идет все меньше и меньше. Почему? Ну, здесь у меня тоже есть предположения. Я думаю, просто боятся. Вот предположите, если бы все эти акции были согласованы, друзья. И задайте себе вопрос, а вы бы пошли, я уверен, что процентов, ну, не знаю, не буду тут, конечно, фантазировать, сколько, но очень много людей бы пошло. А сейчас выходить на улицы – это риск арестов, это риск увольнений, это риск взысканий на работе, да это риск чего угодно, можно в тюрьме оказаться. Поэтому люди, которые живут худо-бедно, они просто не выходят, потому что боятся, что будет еще хуже, что будут прессовать родственников и так далее. А люди идут, которым либо нечего терять, ну, либо, мне кажется, это какая-то совсем уже идейная прослойка, ну, либо бесстрашная, как обычно, молодежь. Андрей Сергеевич к видео с итогами дня спрашивает, вот если покупать на долгосрок, например, в фонды вкладывать понемногу с ЗП, то среднее будет тоже расти и уменьшаться прибыль. Ну, как, в принципе-то да, это в том лишь случае, если мы допускаем, что ваш актив будет всегда идти вверх. Ну, такого всегда не бывает, я вас уверяю. К этому, конечно, ну, хотелось бы стремиться, но реальность бывает и иная. Поэтому в какой-то момент вы купите чуть дешевле, в какой-то момент вы купите чуть дороже. В этом и прелесть вот этих равномерных долгосрочных инвестиций, там, ежемесячных, например, в том, что вы всегда покупаете в среднем по адекватной цене. То есть вы будете покупать как на коррекциях на обвалах рынка со скидкой, так будете слегка переплачивать иногда. В какие-то моменты будете покупать бумаги по адекватным ценам. Но вы этим никогда не будете, ну, париться за счет точки, ну, по поводу точки входа. И в этом, мне кажется, очень большой плюс. Я, собственно, стараюсь такой стратегии придерживаться. Рената к видео про новый ETF FXDM пишет. Пока толку от покупки фонда не вижу, не растет, не падает. В один портфель успела купить и продать через неделю. Во втором пока наблюдаю. Вчера был и в плюсе небольшом, и в минусе. Ну, там много тоже людей отписалось. И в основном в Ренате все подсказывают, что пока не надо спешить. Ну, слишком мало времени прошло. Сколько он торгуется? Там едва ли месяц, наверное, этот фонд. Обождите, потерпите. Ну, во-первых, вы видите, что с курсом происходило в последнее время. Волатильность сумасшедшая. А вот эти все фонды, которые номинированы в долларе, они очень сильно от курса зависимы. Поэтому, если вы верите в целом вот в эту идею, в покупку этого фонда, ну, поддержите его хотя бы полгодика. Это минимум. Не надо делать сейчас преждевременных выводов. Мне кажется, фонд в целом очень хороший. И поскольку сейчас такой тренд явно бычий на рынках, то он должен принести вам прибыль. Просто надо подождать. Даниэль пишет. Что будет с паями, если управляющая компания закроется? Ну, хорошего, наверное, ничего не будет, наверняка. Но Финекс это очень надежный эмитент. Его, разумеется, контролирует Мосбиржа. Поэтому, ну, тут, как говорится, будет ровно то же, что случится, если вы купите акции, я не знаю, Газпрома, а он закроется, да? Или Лукойла, или АФК-системы. Это может случиться абсолютно с любой теоретической компанией. Здесь просто надо вкладывать в надежные вещи. Ну, вот, ETF от Финекс, так, общепринято считаются надежными. Так что, я думаю, риски здесь невелики. Эдуард Лопатин пишет. Есть ИИС, там только российские акции. Решил разбавить парой-тройкой ETF. Посоветуйте, на какие обратить внимание. Смотрю на ВТБ развивающиеся страны, американские акции и ДИВ доход. Может, есть лучший выбор. Спасибо. Эдуард, ну, зависит, конечно, от суммы. Но я бы на вашем месте, там, не пару-тройку, а, ну, прямо десяток. Покупайте и сами понаблюдайте за динамикой. При этом надо, конечно, понимать, что вы берете. Ну, какие-то, сто процентов вам говорю, вам какую-то часть надо вложить в американские акции. Это сейчас, как бы, вообще авангард. И там деньги нужны. Можно так чуть-чуть усилить, вложить еще в американское IT. Золото, пожалуй, сейчас, наверное, не лучший вариант. ETF на золото, столь популярная в прошлом году, сейчас, ну, мне кажется, немножко бесполезно. Обязательно расширяйте географию. Это FXW, глобальный рынок, вот тот же самый FXDM. Акции развивающихся рынков у меня есть, но последнее время буксует. Что еще вам можно рекомендовать? В Евро вот мне понравился фонд от Альфы, не помню точно, Акео, по-моему, у него тикер. Очень прикольный. Там европейский, короче, весь европейский фондовый рынок. А фондовый рынок Европы, это тоже не хухры-мухры, извините, это Германия, это Италия, Франция, это очень крутые компании. Поэтому, короче, вот чем больше у вас есть материальных возможностей, тем вот большее количество фондов я бы рекомендовал вам купить. 5-10. Вот берите, прям максимально много и наблюдайте за ними. Лучше малыми долями, но много. Vitas Scrooge, блин, лайк вам за ник, прикольно. Доброго вечера, вопрос по брокеру открытия, какие у них сейчас комиссии. Я слышал, что пару месяцев назад они их пересмотрели. Да, там разные тарифы. У меня сейчас в открытии тариф 5 сотых и никаких дополнительных депозитарок. Мне очень нравится, прикольно. Ну, есть там еще и более дешевый тариф, но там уже нужен либо оборот, либо сумма денег на счете. Так всегда, чем больше у вас бабла или чем больше вы торгуете, тем выгоднее условия. Ну, вот обычный, стандартный, который доступен абсолютно всем, начиная даже от новичков, это 5 сотых. Но это такая сейчас средняя, в принципе, температура по брокерам. Выкладывал видео, как у меня идут дела в сравнении с биржевыми индексами, но в последнее время я их слегка опережаю. Недавно я от них отставал. Ну, так вот, по-разному у меня, короче, дела, но я всегда стараюсь сравнивать свои результаты. И вот Джон Джон пишет, если человек боится резких скачков на фондовом рынке, его психика не готова принять, что портфель может падать на 20-30-40%, то лучше вложиться в ETF и забыть об этих деньгах на время. Ну, я и про акции также, собственно, делаю. Я и про акции стараюсь забывать, и в ETF по тем же принципам инвестирую. В ETF в чем преимущество? В том, что диверсификация больше. То есть акции, ну, возьмешь ты там 15 акций, например. Но они могут, грубо говоря, как хорошо выстрелить, а могут и очень сильно упасть. Ну, то есть показать результат, значительно отличающийся от среднего. Так вот, ETF даст вам как раз среднюю доходность, такую честную, довольно скучную, там не будет экшена. Но, блин, друзья, это зачастую даже эффективнее и лучше, чем инвестировать в акции. Михаил Шолик, видео про налог с дивидендов по акциям полиметалла, пишет. Хорошо рассказанная история, я бы сказал, чертовски полезна, так как на многие мои вопросы я где-то поставил утвердительные ответы. Спасибо, друзья, спасибо большое всем, кто вообще поддерживает меня, мой канал, кто лайкает. Очень приятно все это читать, если вам нравится то, что я делаю. Ну, друзья, мне это тоже очень приятно, как говорили в одном прекрасном фильме Данэ. Дима Иштуганов, тоже привет огромный. По сути, спекулянт от инвестора ничем не отличается. Представьте график спекулянтов. Свеча одна минута, сделка длится ровно час. А теперь превратим каждую свечку не в минутную, а в дневную или еще хуже в размер месяца. Но Дмитрий имеет в виду, что, по сути, инвестор тоже, продавая иногда активы, он все равно прибыль фиксирует. То есть спекулянт делает это на меньшем временном отрезке, инвестор на большем. Но тут я не соглашусь. Просто здесь ребалансировка портфеля инвестора, это не то же самое, что спекуляции. То есть я не, грубо говоря, продаю бумагу просто потому, что, допустим, я хочу заработать на этой продаже. Я продаю, когда я вижу, что я больше не могу на ней заработать. Вот в чем, на мой взгляд, принципиальная разница. А не в том, что это у меня происходит реже. Поэтому, мне кажется, инвестор, который купил и вообще ничего не продает, там, грубо говоря, до 60 лет, а потом все продал и построил лунопарк с блэкджеком и доступными женщинами, это, мне кажется, утопия. Такого не бывает. Все равно любой инвестор иногда что-то видоизменяет. Но это, на мой взгляд, не спекуляции. Денис Назаров подобрал Аэрофлот. С октября этого года это делает. В минус уходит. Усредняю 5% от портфеля. Думаю, норм. Не знаю. Как-то все неопределенно. Вроде и есть предпосылки для роста авиакомпаний, но пока роста нет. Дима Иштуганов тоже у меня спрашивал, какое плечо по криптовалюте. Дим, я не знаю. Если честно, я торгую только активами, не фьючерсами. И я их, собственно, покупаю. Поэтому я не торгую с плечом. Ну, там вообще фьючерсная торговля какая-то присутствует. Но я даже в этом не разбирался. А вот котик пишет, что какой-то создатель крупной криптобиржи исчез с двумя миллиардами баксов на руках. Биржа не работает, клиенты жаждут мести. Ну, круто, что сказать. Ну, друзья, я уже свое мнение высказывал. Если лезть в какую-то авантюру, то хотя бы в самое надежное место из возможных. Поэтому я на Binance. Ну, а то, что все это, грубо говоря, довольно небезопасно, это должен каждый понимать. Вот котик у меня спрашивает. Возвращаясь к предыдущей теме. Доброе утро. Подскажи, будешь ли ты придерживаться стратегии, не выводить деньги с брокерского счета и не продавать акции, даже выросшие на 40-50%, когда случится обвал рынков, когда люди массово выбрасывались из окон. Ну, из окон никому выбрасываться, я надеюсь, не придется. По поводу продажи. Ну, у меня логика такая. Например, вот есть у меня АФК-система. Она у меня в портфеле, ну, по моей логике, должна занимать не больше 10%. То есть, когда ее становится слишком много, ну, она уже начинает слишком сильно влиять на мою диверсификацию. Разумеется, если АФК-система за год вырастет еще на 100%, то ее станет там 20, например, процентов. Я ее продам. Я понимаю, что я становлюсь слишком зависим от одной бумаги. Я ее продам и на эти деньги куплю других бумаг. Вот как я поступлю. Но делать это, грубо говоря, по итогам конкретной торговой сессии или там торговой недели я не стану. У меня такие движухи происходят, ну, может быть, раз там в три месяца, даже реже, раз в полгода или раз в год. Владимир Александрович спрашивает, резко все поверили президенту. Серьезно, этой личности уже вряд ли будут верить. Ну, там я размышлял о том, что мы вроде как готовы свернуть конфликт с Украиной, пообщаться с Америкой. Да, понятное дело, что все это политика. Я вообще не знаю, можно ли там кому-то верить. Ну, вот только Жириновскому, если он, мне кажется, человек серьезный, надежный и порядочный. Это шутка, если что. Осипов Павел пишет, ждем май. По идее, в мае всегда запускается акция 10% на остаток по Тинькофф Блэк. Что-то я не помню, чтобы в прошлом мае такое было. Ну, и я вообще не думаю, что это сезонные какие-то вещи. Ну, посмотрим. Анна Сергеевна Магницкая к моему прикольному видео, которое нашло огромную поддержку среди вас, написала, что тоже замечала за собой подобное. Я, например, открыла брокерский счет в конце января 2021-го. Начала постепенно пополнять счет на совсем небольшие суммы. И теперь жалею, что не открыла. Хотя бы ранее была хорошая зарплата. Можно было больше отложить. Уже наклевывается диагноз. Да, друзья, к сожалению, наверное, все мы немного скруджем Акдаки. Но, если честно, я не думаю, что это очень уж плохо. Лучше так, чем всю жизнь прожить в нищете и ничего не оставить своим детям. Все, друзья. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым, доступным языком. И учиться инвестировать вместе с вами. Хороших вам выходных. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»